Ломать или строить? Для того, чтобы добиться определенных результатов, необходимо объединиться. Поэтому педагоги ведущих российских образовательных учреждений собрались на конференции «Наша будущая школа. Модернизация образования». Здесь всеобщими усилиями они намерены определить направления, по которым будут двигаться дальше. Много таких проблем, которые можно решить только с помощью объединения сил и осмысления того опыта, который накоплен. Но опыта не очень много, поэтому возникла идея использовать опыт тех передовых школ России, которые уже некоторое время, несколько лет работают в направлении модернизации образования, внедрения новых федерально-государственных образовательных стандартов. Образование во все времена являлось основой прогресса любой страны. А чтобы его поддерживать, необходимо схемы менять и самим меняться, признают специалисты. В федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы обозначены стратегические планы в сфере образования нашей страны. Результаты анализа современного состояния российского образования свидетельствуют о том, что наша система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. К примеру, стратегической целью государственной политики является повышение доступности качественного образования. Однако при такой схеме все движется к разделению школ по принципу «богатый-бедный». У Комитета по образованию Государственной Думы свое мнение на этот счет. Я считаю, что это путь к гражданской войне. Образовательный апартеид – это путь к гражданской войне. Если с самого начала мы будем делить по праву на образование людей, на бедных и богатых, по национальному принципу, по принципу «город-село» или по какому-то другому, это приведет к тому, что рано или поздно мы получим для начала парижские бунты, а потом какие-нибудь революции. Согласно 83-му законопроекту, правительство разделяет образовательные учреждения на государственные, муниципальные и негосударственные. Я пока еще не видела никаких результатов, никакой отдачи от введения этого закона, положительных результатов в тех регионах, где этот закон уже вступил в силу. Я знаю регионы, в которых по приказу все образовательные учреждения назначены казенными, и ни о какой свободе, ни о какой воле вообще и речи не идет. Поэтому, если бы он мог реализоваться в полном объеме, это было бы созвучно со всеми другими процессами модернизации образования. Но это не единственный тезис, который вызывает волнение в профессиональном обществе. Для директоров школ ситуация очень трудная, поскольку фактически в образовательном учреждении действуют два нормативных документа, которые разные. И в идеологическом плане разные, и организационного обеспечения они требуют разного. И написание основных образовательных программ в соответствии с этими документами тоже существенно отличается. Как вот в условиях двух нормативных документов остается единым педагогический коллектив, остается единая программа развития образовательного учреждения, и вообще остается единым образовательный процесс в образовательном учреждении. Ново введение в системе модернизации вызывают путаницу и у педагогов. Учителя увязли в законах и начали срочно переписывать методические планы. Они настроены на лучшее, готовы к перестройке, но не всегда это дается им легко. Оказывается, что их тревожит не их профессионализм, не их информированность, не их знание законов, а их психологическая готовность, их комфортность в этих изменениях. Связано это с тем, что учителя просто не успевают перестраиваться и лавировать в море законов и методических разработок. На помощь вот уже 22 года приходит издательство «Учитель». Оно служит педагогам в решении профессиональных задач. Вы все сами знаете, сколько приходится вам учиться, перестраиваться. Наше издательство тоже постоянно перестраивается. И мы, в частности, создали новый портал, учебно-методический портал для учителей «Учмед», который приглашаем всех, кто желает каким-то образом поучаствовать в обсуждении. На просторах нового портала «Учмед» у педагогов появилась возможность участвовать в дискуссиях, конкурсах и общаться с коллегами из других городов, а также размещать свои разработки и получать сертификаты. Главная задача нашего издательства – обобщать, перерабатывать и распространять передовой педагогический опыт. На служение учителям готов прийти и телеканал «Просвещение». Новые проекты образовательного канала помогут адаптироваться и легче перенести перестройку. Приходя в школу, я всегда чувствовал заботу своего учителя. Не только преподавание мне знаний, но и воспитание. Я низко склоняю голову перед вами, дорогие мои, те, которые находятся сегодня здесь, в зале. Вы делаете очень тяжелую, очень нужную и очень важную работу. Вы не только учите детей, вы их воспитываете. От того, как вы их воспитаете, зависит их будущее, будущее нашей страны. Сейчас мы запустили проект для вас, дорогие учителя. Проект будет называться «Школа». Мы уже подготовили три программы. Проект раскрывает наиболее острые вопросы в системе общего образования. Рассказывает о том, что ждет российскую систему образования. И показывает, как должна выглядеть «Школа будущего». Мы считаем, что информационная среда должна формировать человека, а не зарабатывать деньги любой ценой. Поэтому в нашем законопроекте требуем воссоздать государственный образовательный канал. И государство обязано поддерживать все каналы, которые будут заниматься образовательными программами. Это наша принципиальная позиция. Но не все телеканалы готовы освещать проблемы этой сферы. Не только потому, что в нынешнем телевидении правят бал другие темы, но зачастую и потому, что прорваться за забор школы очень сложно. Один из примеров для того, чтобы произвести съемки в одной школе, нам потребовался целый месяц. Я понимаю, безопасность прежде всего. Но я просил бы участников конференции подумать, как помочь телеканалу просвещения в более оперативном освещении тех или иных событий, которые будут происходить и которые нужно будет показывать. Это важно. Общероссийское общественное движение «Образование для всех» во главе с депутатом Государственной Думы Олегом Смолиным не согласно законопроектам, предложенным Министерством образования. У них свое видение нового закона. В таблице, которую мы выставили на сайте, сейчас 76 пунктов. Из них по 10 мы имеем единую точку трения с Министерством образования и науки, по 42 различную до полной противоположности, и по 24 мы пытаемся ответить на те вопросы, которые официальный законопроект скромно обходит молчанием. Хотя в большинстве это как раз те вопросы, которые больше всего интересуют российское образовательное сообщество. Приведу только некоторые данные. Финансирование образования. Официальный проект молчит. Сейчас у нас составляет 3,5-4%. Мы требуем не менее 7. То есть мы требуем вдвое увеличить расходы на образование, минимум вдвое. Не потому что в течение трех лет, не потому что нам так хочется. Наши эксперты показали, что ни одна страна мира не осуществляла успешной модернизации при более низких, чем 7% расходов на образование. Закон о народном образовании в Думу только внесен, но получил отрицательное заключение правительства. И еще не факт, что он будет отстранен или принят. Ситуацию может изменить общество и сами учителя своими голосами. Почему получил отрицательное заключение правительства? Ответ очевиден. Он предполагает другой курс образовательной политики, чем тот, который проводится сейчас. Но мы уверены, что другой курс нам как раз необходим. Потому что тот, который проводим сейчас, приводит к падению образовательного уровня населения. И это признают даже президент и премьер. Ну, не говоря уже о депутатах политической оппозиции и самообразовательном сообществе. Хотим модернизации, надо менять. По-прежнему одной из самых ярких тем для дискуссии является обсуждение единого государственного экзамена. Оставить или отменить? К единому мнению прийти пока не получается. Мы предлагаем сохранить единый госэкзамен на добровольной основе, как одну из форм. Это самый мягкий из возможных вариантов. 70% людей с высшим образованием по социологическим вопросам поддерживают нас в этой позиции. Кстати сказать, недавно проходил форум Утины Канделаки. Она меня на него пригласила. Это форум умной школы. И когда был поставлен вопрос среди продвинутых российских учителей, а за обязательность добровольной ЕГЭ, большинство людей, около 80%, высказались за добровольность ЕГЭ. Когда я услышал от президента Российской Федерации, что он не видел ни одного учителя, который был бы недоволен ЕГЭ, я, честно говоря, крайне удивился. Наверное, у президента какая-то особая специально подобранная аудитория. С одной стороны, все уже устали от изменений, поскольку образование длительное время находится в условиях перехода. Но, с другой стороны, перемены объективно необходимы, хотя бы потому, что технологии заставляют нас перестраиваться. Преподаватели сами это хорошо понимают и поддерживают. Без традиционных подходов, которые существуют очень давно, в новой школе что-либо трудно изменить в современной. Но любые инновации всегда полезны. Главное, чтобы они использовались рационально, чтобы они использовались разумно. На мой взгляд, во главу угла мы должны ставить все-таки здоровье ребенка. Во главу угла мы должны ставить желание учителя увидеть тот результат. Те, безусловно, силы, любовь, желания, которые он вкладывает в каждого из своих воспитанников, они должны прорасти и принести определенные плоды. Надо добиться тесного взаимодействия всех компонентов, составляющих образовательного процесса. Это имею в виду и нас, учителей, и наших родителей, и самих учеников. Просто необходимое на сегодняшний момент нововведение, потому что современные стандарты, стандарты второго поколения, они предполагают формирование компетентности. Это, собственно говоря, то, что ждет от нас общество. Но есть и другая сторона. На интернет-пространстве «Умная школа» учителя высказывают свои замечания. Цитата. «Развалили школу, теперь хотят растоптать совсем. Ни о какой реанимации в законе нет ни слова. Все размыто и туманно. Не законопроект, а сочинение на свободную тему». Конец цитаты. В прошлом году в школьных программах увеличили количество физкультуры. Вот что об этом пишут ученики на том же сайте. Комментарий Анны Чусовой. Цитата. «Господи, кто решил, что физкультуры должно быть больше, чем русского языка? Добавляют какую-то ритмику и так далее. Да, физическая активность – это хорошо. Но кто-то будет брать нас на работу или в вуз с этими преимуществами образования?» «Школа должна давать модель мира. Но, похоже, школа стала школой жизни не в самом лучшем понимании. Мы учимся обманывать и выкручиваться». Конец цитаты. «Я знаю простую и в то же время сложную формулу успеха в образовательной политике. Она звучит так. Надо соединить лучшие отечественные образовательные традиции и самые современные образовательные технологии». Ежедневно испокон веков учитель идет в класс с миссией научить, воспитать и вырастить достойное будущее страны. Иллюстрация к этому – еще один комментарий с сайта «Умная школа». Учитель Константин Карелин пишет, сколько можно не платить учителям, а они все равно будут работать. Уверен, что если вообще отменить там зарплату, найдутся люди, которые будут приходить в школу ради великой цели. «Официальная точка зрения в последнее время состоит в том, что образование является частью сферы обслуживания. Мы полагаем, что образование не является частью сферы обслуживания, что это глубокое заблуждение, что образование – это часть сферы производства. Причем самое главное, что образование является сферой воспроизводства самого человека, повторяем, без которой модернизация невозможна. Вторая позиция, вытекающая из первой. Нам все чаще говорят, что работа в образовании – это оказание услуг. А мы думаем, что работа в образовании – это не услуга, а служение. Извините за высокое слово – миссия. И как действующий профессор, я думаю, что если бы я отправляюсь к студентам, а, скажем, воспитателям детского сада, отправляюсь к маленьким детям, и учитель, отправляясь к школьникам, думал, что он идет их обслужить получше и заработать на этом побольше, то такого профессора или воспитателя детского сада следовало бы из сферы образования увольнять и как можно быстрее. По счастью, большинство наших коллег такое точки зрения не разделяет, но это прекрасно понимают. За три дня работы Всероссийской конференции «Наша будущая школа» более 400 педагогов и органов управления образовательными учреждениями регионов обсудили самые острые вопросы. Среди актуальных тем – образовательные стандарты нового поколения в основной и начальной школах, система подготовки к ГИА и ЕГЭ, психолого-педагогическое сопровождение и адаптация учащихся в условиях перехода. Те задачи, которые намечены в программе модернизации, они только в общем плане намечены. А каким образом их внедрять в учебно-воспитательный процесс, пока остается во многом неясно. Это, собственно, необходимо решать каждому из нас и нам вместе. И вторая, вытекающая из этого мысль, что модернизация образования требует объединения усилий с тем, чтобы как можно быстрее внедрить передовой опыт, чтобы можно было не совершать ошибок, чтобы можно было дать возможность и собственным достижениям жить не только в стенах определенного учебного заведения и воспользоваться опытом самым разным. В таком масштабе эта конференция первая, но по ее успешным итогам у организаторов уже появились новые замыслы. Надеемся, что что-то из этого получится и что такие мероприятия станут регулярными. И мы думаем проводить их еще и в регионах. Поставленные задачи, выполненные темы, обсудили. Остается надеяться, что в финале перестройки не будет разочаровавшихся и эта игра стоила свеч. Валерия Мальцева, Сергей Соснин, телеканал Просвещение.